Поздравляем команду гостей с выходом в следующий этап. Сергей Александрович, пожалуйста, не стану особо кого-то выделять, хотя напрашивается фамилия нашего вратаря. Конечно, он показал, как он умеет играть опять в плывов, он вселил уверенность, это передалось всей команде. И они приняли это, и все вместе боролись, помогали ему. Тяжелая серия, безусловно, в психологическом плане. Мы неуверенно закончили чемпионат, и были определенные моменты, но хочется поблагодарить ребят, что поверили и бились как одно целое. Спасибо, Алексей Николаевич. Я хочу поздравить СКА, во-первых, с заслуженной победой, и пожелать им дальнейшего продвижения по плей-оффной ступеньке. Давайте, наверное, я готов ответить на ваши все вопросы, потому что, наверное, много будет. Поэтому давайте сразу к вопросу. Начинаем. Начинаем, да. Вопрос к Сергею Сузумову. Сергей Александрович, скажите, пожалуйста, за счет чего удалось выиграть не конкретный матч, а всю серию с локомотивом в одной восьмифинале? Первое, не побоюсь сказать, это дисциплина. Второе – это желание. Желание и та страсть, с которой ребята играли. Еще есть вопросы. Подождите, это диалог получится. Пожалуйста, Сергей Сергеевич. Алексей Николаевич, насколько сегодня был должный настрой у команды? Не удалось рассмотреть горящих глаз с самого начала, когда команда появилась на льду? Настрой был хороший. Команда хотела выиграть. Надо отдать должное сопернику. На самом деле команда серьезно преобразилась перед плей-офф и, можно сказать, провела идеальную серию. Это и касается и обороны, и атаки. И команда была очень серьезно готова. И мы так и не смогли подобрать ключи к обороне именно соперника. А то, что глаза были. Я видел глаза ребят, они очень хотели. Но первая пропущенная шайба, она нас осудила. Вернемся к вашим вопросам. Сергей Александрович, еще вопрос. Показалось в концовке, что СК действовал активнее, локомотива. Удалось ли команду «Колисеев» выехать в форму или еще есть запас в проществе? Будем надеяться, что есть. Да нет, просто сыграли по плану, держали шайбу. Еще вопросы? Да, пожалуйста. Алексей Николаевич, если по серии, на ваш взгляд, какой момент стал ключевым, переломным? Наверное, вторая игра. Вторая игра, где мы, наверное, после первой игры подумали, что так и продолжаться будет. Недостаточно. Были мобилизированы и мобилизованы. И вот именно в той игре мы пропустили три гола в равных составах, что это непозволительно, конечно. В остальном уже было тяжело переломить этот ход игры. Дали СК почувствовать. Но не то, что почувствовать, а вот упустили то минимальное преимущество, которое было у нас в начале. Да, и ваш. Если позволите, тот же вопрос, Сергей Саныч, Сергей Саныч, какой матч, с вашей точки зрения, стал решающим в этой силе? Сложно. Сложно выделить. Наверное, соглашусь с Алексеем. Второй матч где-то был тот, где мы почувствовали силы. И молодежный звено хорошо сыграло. Наверное, уже где-то в том матче были предпосылки. Мика сыграл выше, чем в предыдущей игре. И, наверное, второй матч. Здесь вопрос был. Пожалуйста. Три матча, девять периодов, 180 минут, играл во времени, ноль заброшенных шеев. Что случилось с механизмом локомотива? Может, кратко? Я понимаю, детальный анализ будет у вас. Сейчас кратко можете сказать? Я скажу сейчас дежурные слова, естественно. Потому что отдадим должное сопернику. Достаточно, не тоже достаточно, а очень прилично сыграл в обороне. Вратарь обороны, вся пятерка. И, притом, они нас не подпускали. Там постоянно контратаки. Ну, естественно, я не могу сказать, что наши нападающие, наши атака недостаточно. И держало шайбу, и создало. Здесь можно много всего разбирать. Поэтому детально это, конечно, в дальнейшем уже понятно будет причем. У вас вопрос. Да. Вы отметили, что второй матч стал ключевым. Но именно в этом матче сыграл Олег Ковачук. Как изменилась игра? Вопрос с обоим тренером. Без шансов. Понятия не имею, как изменилась. Мы вырубили. Три-два. Еще вопрос. Я сейчас с ним не связываю. Пожалуйста. Вопрос с Ильей Александровичем. Есть ли шанс, хотя бы один процент, что Олег Ковачук сыграет в следующей серии? Шанс всегда есть. Так, ваш вопрос. Алексей Николаевич, вы в первых двух ответах сказали, что не удалось найти ключик к сопернику. А не хотелось вам самому рискнуть, что-то резко поменять? Потому что той же молодежи сделали ими четвертым звеном, а вторым или первым. Ну, они сегодня как завели игру. Два периода, было не узнать, как вам надо. Ну, если вы смотрели хоккей, то если наше звено часто попадало против звена Шипачева, то это не значит, что если они четвертым выходят. Шипачев – это первое звено. Поэтому на протяжении серии постоянные были пересечения в звене. Я не об этом. Я спросила о другом. Я спросила вам самому. Не хотелось рискнуть как-то по-другому, игру построить, что-то по-другому с ребятами сделать, не знаю, сказать, стрекнуть? Поверьте, мы делали очень много разных ходов. Но соперник во многом нам не дал ничего развить. Здесь вопросы, пожалуйста. Алексей Николаевич, для вас это первый плей-офф. И хочется верить, что просто первый блин комом. И тем не менее, по личностным ощущениям, есть такое, чего не хватило? Ну, скажу так, что увидел другую команду во многом. Увидел игроков с другой стороны многих. И разные соревнования, гладкие чемпионаты и плей-офф. Поэтому здесь пища для размышлений. Еще есть вопросы? Пожалуйста. Алексей Николаевич, вопрос. Какую оценку можно поставить команде за сезон? Удовлетворительным ли считать его, учитывая, что регулярный чемпионат команда провела хорошо? Практически, да, первое место небольшое отставание. И плей-офф неудачно. Вы бы оставили сами оценки. Что-то еще раз говорит, повторяется. Тогда можно еще вопрос один. Значит, у игроков контракта до 30 апреля сейчас уже известно, как примерно, по какому плану команда будет дальше заниматься. Давайте конкретно по плей-офф, по серии. Это уже другие вопросы. У меня вопрос, Сергей Александрович. Сергей Александрович, вы тоже дебютировали в качестве главного тренера в регулярке и сейчас в плей-офф. Дебютировали удачно. Как вам ощущения от играми на плей-офф в качестве главного тренера? Нормальные ощущения. Все, давайте заканчивать тогда. Всем спасибо за работу, господа журналисты. Не забывайте, у нас есть еще две молодежные команды, за которые мы будем болеть и поддерживать. Спасибо вам. Спасибо.